Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, со звуком все в порядке. Презентацию тоже видно. Отлично, спасибо за огоньки. Ну тогда, я думаю, можно начать сегодняшнюю встречу. Поговорим мы сегодня о Google сервисах. Возможно, по ходу у вас появятся какие-то интересные идеи, как их можно использовать у себя в школе, в библиотеке, в учебном заведении, в том месте, где вы работаете. Возможно, и для личного пользования какие-то идеи подсмотрите. Как всегда, ссылочки я буду отправлять в чат. Какие-то полезные материалы, примеры, если вам необходимы они, то, пожалуйста, переходите по ссылкам, смотрите, интересуйтесь. Презентацию, естественно, можно будет скачать. Вообще, говорить о Google сервисах можно бесконечно. Их достаточно много, поэтому объятие необъятное будет очень сложно. Я выбрала 10, на мой взгляд, самых основных, самых интересных для использования. Вот о них сегодня и поговорим. Итак, Google сервисы – это пакет облачных приложений от компании Google, которые предполагают использование их для совместной работы, для управления проектами, для коллективной какой-то деятельности, для общения, для публикации материала, для многого-многого другого. Другими словами, это такие онлайн-сервисы, которые позволяют публиковаться в интернете и организовывать работу вокруг этих публикуемых материалов. Самый главный плюс у Google сервисов – это то, что в нем есть возможности для совместной работы. Это самое главное, что выделяет эти сервисы среди всех остальных, потому что они предполагают такие достаточно хорошие возможности для проектной деятельности, для исследовательской деятельности, в общем, для любой коллективной какой-то работы. Кроме того, все они предоставляются на бесплатной основе, и один раз зарегистрировавшись в Google и получив аккаунт, вы имеете доступ сразу ко всем этим сервисам. То есть не нужно в каждом регистрироваться отдельно. Большая часть сервисов переведена на русский язык, у них довольно простой интерфейс. Может быть, в них нет особой красоты, каких-то дизайнерских изысков, но самое главное здесь – простота и функциональность. Они могут работать на любом компьютере, с любой мощностью, и, собственно говоря, за это их тоже уважают. Вот. Далее, Google предоставляет возможности для облачного хранения ваших данных. Об этом я чуть попуще расскажу поподробнее. То есть вы можете не только что-то создавать в интернете, но и хранить какие-то свои материалы, загружая их со своего компьютера в облаке, и иметь к ним постоянный доступ с любого устройства. Доступность на любых устройствах – это тоже большой плюс этих сервисов. Работая с материалами, как автор, как их владелец, вы можете разграничивать права доступа каждого участника. То есть вы можете предоставить… Добрый день. Еще раз прошу прощения за текстуческие неполадки. Вылетела из виртуальной комнаты. Не знаю, с чем это связано. На всякий случай убрала виртуальный фон. Ну, я надеюсь, все в порядке. Может быть, интернет не справляется. И меня выкинул. Еще раз прошу прощения. Спасибо за терпение. Ну, давайте возвращаться. Остановились мы с вами на том, что я рассказывала о плюсах сервиса Google. Рассказала практически обо всех, кроме последнего. Вы, как владелец документов, которые располагаете на своем Google-диске и даете к нему доступ, имеете право не только разграничивать права всех пользователей, но еще можете отсматривать историю всех изменений, которые они вносят в ваш документ. И в случае чего можете вернуться к одной из версий. И вообще можно откатить назад, вернуть обратно документ без изменений. То есть вы весь процесс редактирования документов, которым даете доступ, тоже имеете право отсматривать, редактировать, исправлять. В общем, плюсов достаточно много. Давайте смотреть, как это реализуется все на практике. Что нужно, если у вас нету ни Google-аккаунта, с чего проще начать, что можно и сделать. Но мой совет, например, такой, что проще всего работать с Google-документами из браузера Google Chrome, поскольку это их родной браузер. И, естественно, придется завести аккаунт в Google. Либо с электронной почтой, или если вам электронная почта не нужна, то можно завести его и без создания электронного ящика, если он был лишний. Так что определяемся сначала. Браузер Google Chrome, конечно, скачивать не обязательно. За Google документов вы можете получать доступ из других браузеров. Просто из Google Chrome доступ к ним будет намного проще. Ну, сейчас он считается одним из лидеров в поисковых системах. Поэтому, наверняка, многие из вас ими как раз и пользуются. Если не пользуетесь, то вот я оставила здесь на слайде ссылочку на Google браузер. Если она вас заинтересует, то можно перейти по ней, попасть на официальный сайт этой компании, скачать себе Google Chrome и потестировать. Понравится вам этот поисковик, понравится вам этот браузер, с ним можно будет работать и дальше. Здесь все достаточно просто. Что мне нравится в Google браузере, это возможности поиска. Здесь действительно очень неплохие возможности. У меня их два установлены. Есть и Яндекс поиска, Google поиск. Google выигрывает до Яндекса. По крайней мере, в поиске картинок Google дает больше возможностей, больше каких-то интересностей. Здесь очень хорошее ранжирование в поиске. Здесь можно сортировать, отбирать только большого формата. Например, изображения по цвету, по типу. Например, калибард очень часто приходится искать. Здесь есть отдельная вкладочка для поиска калибарда. Еще здесь есть хорошая вкладочка для поиска изображений, которые не защищены авторским правом, которые можно использовать в некоммерческих целях. Вот он сейчас у меня в красной рамочке выделен. Нам нужно в правах использования выбрать опцию лицензия Creative Commons. И тогда все картинки, которые выйдут, можно без ограничений использовать. Это хорошая штука, если вы работаете по созданию презентаций, видеороликов, и вам нужны такие изображения, то Google здесь тоже дает возможности неплохие. Ну, хватит о браузере. Давайте ближе к делу поговорим об аккаунте Google. Аккаунт тоже завести достаточно просто. Здесь стандартные поля, имя, фамилия. Придумываете себе имя пользователя какой-то латиницей. Это будет ваш почтовый ящик. Если вам почтовый ящик не нужен, он будет, кстати, на домине gmail.com. Если вам он не нравится, мне, например, эта электронная почта, честно говоря, не нравится. Она у меня существует, как рабочий вариант. Он у меня есть, но я пользуюсь ей крайне редко, она не очень удобная. Если вам вообще категорически не хочется ничего такого завалить, можно использовать текущий адрес электронной почты и привязать к ней Google аккаунт. Ну, естественно, придумать пароль. Дополнительно здесь есть настройки. Вы можете для восстановления своей системы, вдруг мало ли что произойдет, привязать к телефону свой аккаунт и указать резервную почту. На случай, если там аккаунт будет заблокирован или будет скрыт. Ну, после того, как я зарегистрировалась, вот такое окошечко появляется. И после этого я имею доступ ко всем основным сервисам Google. Они отображаются будут с правой стороны в виде такого значка с точечками. Там 9, по-моему, точечек в виде квадратика. Если на него нажать, откроется весь списочек справа вверху. Вот он у меня сейчас открыт. Это не все сервисы. Дальше можно вниз листать, и будет намного больше. Это только начало. С чего здесь начать? Ну, во-первых, можно присмотреться к Google Диску. Это один из основных здесь в списке. Это то самое облако, о котором я уже говорила. Это облачное хранилище, где вам дают 15 гигабайт свободного пространства бесплатно. Если вам мало этих возможностей, то за дополнительную плату можно подключить больше. То есть это такое ваше личное облако, на котором вы можете размещать все материалы, которые посчитаете нужным. Например, закачать сюда презентацию PowerPoint и дать ссылку для просмотра всем желающим. Так очень удобно. Не надо пользоваться, допустим, флешкой, переносить с компьютера на компьютер. Вы можете один раз загрузить презентацию, потом рассылать всем ссылки и делиться своей работой. Например. Здесь можно хранить любые ваши материалы, которые посчитаете нужным для загрузки. Плюс здесь есть опция создать. В красной рамке она сейчас выделена. Вы можете прямо здесь в самом диске создавать разного вида документы. Если нажать на эту кнопочку, то появится вот такой списочек. Это даже не полный. Что здесь можно создавать? Основные, о которых я буду по большей части сегодня рассказывать, вот они в красной рамке выделены. То есть мы здесь видим, что можно создавать документы, таблицы, презентации, формы. Формы – это опросы, голосование и викторины. Рисунки, карты, сайты, виртуальную доску можно создать. Это еще и не полный перечень. Тут еще можно смотреть и листать дальше. То есть прямо не выходя из Google Диска, вы прямо здесь создаете свои работы, они тут же у вас сохраняются. Вы их можете потом скачать себе на компьютер. Это касается документов, таблиц, презентаций. Их можно скачать и использовать уже в режиме офлайн. То есть тут может и экспорт, и импорт быть. Главное – следим за счетчиком, который у меня сейчас слева внизу. Там у меня написано, это скриншот моего хранилища. Используем 2 гигабайта из 15. В основном этого размера вполне хватает для хранения материалов. Если какие-то уже не нужны, их можно просто удалять, расчищать хранение. То есть хранилище время от времени производить тут ревизию. В принципе, 15 гигабайт для работы вполне хватает. Давайте посмотрим на самое простое. Обычно начинают с Google Документов. Это самое простое, что здесь можно создать. Как вы видите, тут дизайн очень напоминает. Вордовский документ. Здесь практически все те же клавиши. Я думаю, что особенно тут не надо перечислять и разгадывать, какая клавиша символизирует. Тут все понятно. Здесь основные редакторские функции. Шрифт, цвет, размер, маркированные списки. Что тут форматирование различного рода. И плюс наверху еще панель инструментов для дополнительной работы. Файл – это все манипуляции с документом. То есть копировать, создать копию, допустим, скачать, сохранить, опубликовать и так далее. Правка, естественно, отвечает за исправление и изменение в документе. Вид – это разный способ показа этого документа. Самое главное здесь, пожалуй, кнопка «Вставка». Она отвечает за добавление внутрь каких-то элементов. Например, внутрь вот этого текста можно вставить картинку, диаграмму, гиперссылку, естественно. Дальше кнопка «Формат» за форматирование отвечает. Для добавления таблиц специальная кнопка «Есть таблицы». Ну и инструменты и дополнения – это уже дополнительные инструменты, которые вы будете использовать в работе. Давайте посмотрим на некоторые основные опции. Ну, про текст рассказывать не буду, тут все понятно. Добавляем, исправляем, редактируем. Если нам нужно вставить картинку, естественно, вставляем через «Вставку». Можно и копипастить, копировать, вставить. Эта функция тоже работает. В контекстном меню, которое вызывается правой клавишей мыши, вы можете настроить это изображение. То есть есть тут даже вот такие возможности для, ну, не сказать, что наложения фильтров, но, в общем, подредактировать можно. То есть можно сделать прозрачным, ярким, контрастным и так далее. Что еще? Что касается таблиц. Через «Вставки» таблица, либо отдельная клавиша, которая отвечает за таблицу, мы ее добавляем. Что здесь можно? Примерно то же самое, что и в «Вордовском документе». Определиться с количеством «Эчей», количеством столбиков, добавлять, вставлять новые столбцы и строчки. Тоже здесь все возможно. Вот у меня как раз сейчас «Вставка» открыта. Можно посмотреть сразу весь список возможностей. «Рисунки», «Диаграммы», «Таблицы», «Формулы», «Гиперссылки», «Комментарии», «Закладки», «Оглавления». То есть, в принципе, весь основной функционал «Пауэрпойнта» здесь присутствует. Не «Пауэрпойнта», «Вордовских документов» здесь присутствует. «Диаграммы». Если вы захотите вставить диаграмму, то вам предложат заполнить такую табличку «Экселевскую», в которой вы какие-то данные вводите, и у вас диаграмма тут же нарисуется в вашем документе. Такая опция здесь тоже присутствует. Еще один интересный инструмент, вкладка «Инструменты» называется «Голосовой ввод». Я, правда, не пробовала. Если вы пробовали, то можете в чате поделиться. Это возможности для надиктовывания. То есть, какой-то тут роман вряд ли получится надиктовать. Хотя обычно можно, конечно, попробовать. Но, да, если у вас какие-то там профессиональные слова и термины, может быть, не получится. А обычный какой-то текст, в принципе, можно попробовать подключить микрофон, надиктовать. Сервис понимает слова, запятая, точка, новая строка, абзац, восклицательный знак, вопросительный знак. В общем, можно попробовать, дать глазам отдохнуть, попробовать голосовой ввод. Такая опция тоже предусмотрена. Ну, собственно, тут еще есть проверка правописания, поиск по документу, если он необходимый, тоже есть. Ну, да, медленно текст набирается. Если в рукопашную, быстрее, то, естественно, можно ручками. Далее. Теперь, собственно говоря, после того, как у нас документ создан какой-то, мы там что-то написали, либо создали просто чистую форму и предлагаем ее для редактирования, выбираем кнопку настройки доступа, она будет с правой стороны, большая синяя кнопочка. Нажимаем на нее, открывается окошко совместного доступа. А дальше я вам уже говорила о разграничении прав пользователей. Вот, пожалуйста, здесь можно предоставить доступ к этому документу разным видом возможностей. Можно дать доступ для просматривания, то есть, чтобы просто могли пользователи зайти почитать. Для комментирования, если вы написали какую-то статью, вам нужна обратная реакция, ну, чтобы вам ее не исправляли, а просто высказать свое мнение. Открываем для комментирования. Ну, и, наконец, если какая-то совместная деятельность, открываем для редактирования. И смотрим там за изменениями. Плюс, можно еще, собственно говоря, доступ только для приглашенных персон. Такая возможность здесь тоже есть. Кто может работать в Google Документе? Все, кому вы дадите ссылку. Сначала вы выставляете доступ, копируете ссылку и рассылаете ее. Всем, кто будет заходить по этой ссылке, не обязательно иметь Google Аккаунт. Они могут вообще его не регистрировать, просто зайти с любого браузера и работать в этом документе. Собственно, все это касается и всех остальных сервисов Google. И в этом тоже большое удобство. Как это все можно использовать в работе? Сейчас еще перед этим пару слов по поводу скачивания. Все, что касается скачивания и публикации в интернете, это все находится под кнопкой «Файл». Нажимаем на нее и выбираем. Если нам нужно в интернете опубликоваться, получить ссылку на вот эту публикацию для размещения на сайте и в блоге, то мы выбираем опцию «Публикация». После этого можем ее в сайт, в блог вставлять, этот документ свой. Если нам нужно скачать, то выбираем, соответственно, кнопочку «Скачать» и в разных форматах можно документ переносить к себе на компьютер. Здесь же кнопка «Удалить» и здесь же кнопка «История версий». Это уже то, о чем я вам говорила. Какие-то изменения, которые произошли с документом, можно здесь отсмотреть. Как это все работает, как это все можно использовать. Собственно, Google Документы для любой совместной деятельности подходят. Например, какую-то совместную статью вы пишете. Мозговой штурм, какие-то идеи собираете. В школе используют как виртуальные доски, например, как рабочие тетради. Идеи может быть совершенно много, любых. Сейчас я вам попробую ссылочку отправить в чат. И вас, если интересует создание рабочих тетрадей, то вот есть статья на эту тему. Здесь подробнее рассказано о том, как это создается и как это используется в школьной практике. Идеи можете придумать сами, любые. Может быть, у вас будут еще и больше какие-то. Собственно, Google Документы – это самый простой инструмент, наверное, если Google и чаще всего, наверное, используемый. Чуть посложнее. Таблицы Google – это не так часто используемый инструмент. Они напоминают таблицы Excel. Если вы с ними работали, использовали в работе, то здесь практически все то же самое. Вот так она выглядит, как у меня сейчас на экране. Это опять-таки скриншот моей собственной таблицы. Я их больше использую в своей работе при проведении мастер-классов. Как таблицы для самозаписи участников, так и таблицы для того, чтобы они опубликовали свои работы, и я их могла отсматривать. Это очень удобная штука. Я думаю, в школе может пригодиться, если в качестве задания ученики вам должны прислать ссылки на свои какие-то информационные продукты, чтобы не получать 75 ссылок в почте и не терять их, а удобно их иметь в одном каком-то месте, всегда под рукой. Всегда можно создать вот такие таблички. Это вот как раз таблица с моего мастер-класса. Здесь у меня наверху прописаны модули, темы. И дальше участники заходят, свои работы здесь публикуют в качестве ссылок, а я уже отсматриваю. Зелененьким я закрашиваю те ячейки, которые зачтены работы, красненьким, которые не зачтены, желтеньким, если есть замечания. Вот такая вот интересная вещь. Но вообще-то таблица Google рассчитана не только для того, чтобы сюда какую-то информацию вносить, но и прежде всего для расчетов разных. Поэтому здесь есть строка формул, я ее красненьким подписала. Сюда, как и в экселевских таблицах, вносится какая-то формула и происходит расчет данных. Google таблицы предполагают около 400 разных формул. Если вам интересно, вот полный справочник этих формул, чтобы не придумывать каждый раз что-то заново. Вот есть полный перечень, я вам ссылочку отправила. Там все возможные вычисления, которые только можно производить с ячейками и строчками. Опять-таки вверху панелька, которую я выделила красной рамочкой для редактирования таблицы. Все похоже на Google документы. То есть файл, изменить вид, вставка, формат данных, инструменты, дополнение. Практически все то же самое. И чуть ниже дополнительные инструменты для редактирования. Там можно редактировать ячейки, шрифт, выставлять цвет, размер, заливку, направление текста выстраивать, форматировать его различным образом. В самом правом углу там есть значок с цепочкой, это гиперссылка. И рядышком значок с плюсиком в виде такого облачка. Это добавление комментариев. Комментарий можно добавлять к определенным ячейкам. Выделяем мышкой ячейку, щелкаем и добавляем комментарий. Вот у меня сейчас два всплывших комментария появляются. Вообще к ячейкам и каким-то элементам в Google различных сервисах можно добавлять не только комментарии, можно добавлять и примечания. Примечания предполагают, что просто вы какую-то информацию дополнительно прикрепили. Она не требует ответа. Если вы хотите получить ответ от человека, который разместил эту информацию, то размещаем комментарий. Здесь можно переписываться. Как только истина будет установлена, нажимаем на кнопку «Вопрос решен» и комментарии закрываются. Все, они исчезают. Внизу под самой этой таблицей мы видим лист 1, лист 2. Это возможность добавления нескольких листов. Ну, собственно, как в Excel. То есть мы можем ввести несколько листов и каждому из листов какую-то информацию добавлять. Ну, вот более подробно, если я уже, собственно, все это перечислила, но еще раз повиднее. Здесь мы видим, что здесь возможно выстраивать разный формат. То есть цифры вписывать, проценты вписывать, настройки выбора разного формата введения данных. Как шрифт, размер, таблиц, различные настройки по цвету, направление шрифта. Ну, собственно, все остальное я уже вам перечислила. Это полная такая вот версия всей таблички. Что еще можно сделать с листами? Кроме того, что их можно добавлять, их можно еще и защищать от копирования. То есть вот в контекстном меню нажимаем на лист 1, выплывает вот такое поле. Мы можем изменить цвет листа и можем его, например, защитить. Защитить от копирования, это значит, что от редактирования. Это значит, что редактировать его сможете вы как владелец. А вообще можно защищать не только лист целиком, можно защищать отдельные ячейки. Например, если вы работаете в совместной работе где-нибудь и боитесь, что вашу ценную информацию кто-то сотрет в этой таблице, мы можем щелкнуть свою ячейку, которую вы заполнили правой клавишей мыши и выбрать, например, защитить диапазон. Это в самом низу кнопочка. Все, она теперь за вами, эта ячейка. И кроме владельца, и кроме вас, никто ее не сможет редактировать. Таким образом это работает. Но полное контекстное меню вы сейчас видите на экране. То есть здесь можно и вставить строчки, и столбцы, удалить, получить ссылку, вставить ссылку и многое-многое другое. Иногда бывает большой диапазон данных, и очень важно иметь перед глазами название столбиков и название строчек. Например, у вас там название каких-то модулей, а с другой стороны фамилии участников. Чтобы каждый раз не передвигаться по этой таблице вперед и назад, нужно, чтобы они постоянно были перед глазами. В этом смысле нам подгоняется опция «Закрепить». Она находится во вкладке «Вид». Выбираем опцию «Закрепить» и определяем, какие строчки нужно крепить. Например, первую строку или первый столбец. И все, если вы их закрепили, они всегда будут перед глазами, когда вы будете пролистрировать вашу табличку. Это тоже очень полезная вещь. Ну, про комментарии я уже сказала, и про примечания тоже. Они вызываются вот либо через кнопочки «плюс», это для комментариев, либо правой клавишей мыши «Вставить комментарии», «Вставить примечания». О формулах я уже сказала, и 400 формул вам в чат отправила. Поисковая строка выглядит следующим образом. Если нам нужны какие-то вычисления, мы начинаем формулу с написания значка «равно». Дальше начинаем вписывать формулу. Если вы их знаете наизусть, можно вручную ее вписать. Сервис начинает подсказывать, начинает выпадение разных формул, и он вам пытается подсказать, что вам именно нужно. А в скобочках круглых мы указываем диапазон, с которым будем работать. Например, нам нужно сумму каких-то ячеек высчитать, я не знаю, и проценты какие-то. В общем, на каждую функцию здесь есть специальная, на каждое вычисление есть специальная функция. В справочнике, в которой я вам чуть выше ссылку дала, там они все перечислены, поэтому ваше время отбирать я не буду, тем более, что, может быть, не всем это интересно, не все будут заниматься здесь подсчетами. Но на всякий случай вдруг это вам пригодится, информация такая есть. Еще один очень востребованный инструмент, не такой, может быть, Google с таблицей немножко скучновато, да? Давайте более интересное посмотрим и ссылочки разные перебираем. Ну, это, например, Google презентация. Тоже очень востребованный наряду с Google документами, может быть, на одном уровне. Инструмент для создания презентаций. Многие функции похожи на PowerPoint, и он по функционалу, по внешнему виду тоже напоминает PowerPoint. Если вы с ним работали, то, наверное, имейте представление. А я вам в чат отправила две ссылки, два примера на совместную работу. Это создание совместных презентаций в библиотеке силами библиотекарей и читателей. Первая ссылочка – это собирали список интересных книг для подростков. Такой коллективный список. Примерно такой же можно устроить и в библиотеке. То есть создать пустую презентацию, создать пустые слайды и предложить читателям заполнить каждый свой слайд. Своими предложениями, замечаниями, пожеланиями, рассказами о книгах, в общем, многое-многое другое. Можно так собирать. Вторая ссылка – это ссылка коллективной работы уже, я думаю, такая совместная библиотека речитателей. Называется она «Шире крок». Это проект Вики Сибириады, где собирали информацию о разных интересных народных играх, которые приняты в той или иной местности. Игры и современные, и забытые. И довольно такая интересная получилась энциклопедия в виде презентации. Это тоже совместная работа. Что еще умеет Google Презентация, кроме совместной работы? Внутрь презентации можно вставить изображение, видео и даже аудио. Есть несколько шаблонов оформления, то есть вы можете ее начать с нуля, либо можно из PowerPoint свою презентацию загрузить и ее редактировать уже в Google Презентациях. В обратную сторону это тоже работает. На экспорт можно скачивать в любом из форматов. Или PowerPoint, или PDF, или в какие-то более экзотические форматы. Ну и, естественно, нужен Google Аккаунт для работы. Давайте смотреть, как это все работает. Так выглядит, это моя опять-таки презентация, которую я заскриншотила. Так выглядит окошечко для создания презентации. Все на русском языке, все довольно понятное. Опять знакомые нам кнопки, которые я уже озвучивала. Они сервисов в сервис перетекают. Основная кнопка здесь будет вставка. Она отвечает за добавление разных элементов внутрь презентации, внутрь слайдов. Ну и кнопка файл отвечает за публикацию, за ссылки, которыми можно делиться. И за год, который можно строить на страницу сайта и блока. Кнопка слайд занимается оформлением слайдов. Ну и, собственно говоря, основные не такие важные. Но тоже можно пощелкать, посмотреть. Итак, ну, во-первых, в разделе слайд, что интересного. После того, как вы выбрали, здесь есть, кстати, шаблоны для оформления, их не очень много. Можно что-то из этого выбрать, либо из PowerPoint загрузить какой-то слайд, на его основе уже работать. В разделе слайд можно выбрать переходы между слайдами. То есть здесь можно максимально приблизиться к Powerpoint. Если важно, переходы между слайдами выбираем во вкладке переход. Здесь есть разные виды анимации. Их может быть не так много, как в Powerpoint, но основные присутствуют. Можно применять их к слайдам, ко всем или к каждому по отдельности. Нужны ли Google аккаунты всем участникам? Нужен аккаунт вам как автору, создателю. Если вы просто дадите ссылку на эту презентацию и разрешите доступ всем, у кого есть ссылка для редактирования, то аккаунты им не нужны. Вы, когда зайдете и увидите там совместную работу, у вас будут очень интересные вещи. Если это не авторизированный в Google пользователь, у вас будет наверху написано неопознанный дельфин, там какая-то неопознанная копибара, еще какие-то животинки. В общем, так вы узнаете, что у вас в документе, в презентации кто-то работает, и он не авторизирован как в Google. Но работать им можно, здесь без проблем. Далее. Вот, пожалуйста, меню «Вставка». Если интересно, что здесь можно вставить, картинки с компьютера, с Google диска, по ссылке, там огромное количество возможностей. Текстовое поле понятно, текст какой-то. Аудио. Аудио добавляется только из Google диска. То есть вам сначала на свой диск его надо загрузить, а потом уже в презентацию вставлять. Не очень удобно, но вот такой вариант. Видео с YouTube по ссылке загружается, или опять-таки с Google диска можно. Фигуры, таблицы, диаграммы составляются тут же. Диаграммы бывают разные. Линейные, столбчатые, круговые и графики. Чтобы их создать, вызывается опять Google табличка, вы ее заполняете, и она у вас рисуется на экране. Даже WordArt здесь присутствует, как в PowerPoint, тоже такой есть линии, естественно. Есть небольшие возможности для анимации. Можно добавлять ссылки, и опять, комментарии. Так что вот основные возможности здесь достаточно широкие. Опять-таки не сказать, что здесь много красивости. Здесь все больше на функционал работает. Здесь самое главное, чтобы это работало, и чтобы это было быстро. О переходах я уже говорила. Вот еще один более подробно здесь показала. Например, переход из затемнения. Вы можете настроить даже скорость перехода. Медленную, среднюю, быструю. Здесь достаточно подробная такая анимация. Эффектов немного, но настройка большая. Google презентации используют не только для совместной работы. Часто делают в Google презентациях выставки. Ну вот я вам покажу выставку для примера. Она сейчас скриншотом на экране. Чтобы по ней пообразить, я вам дам ссылку. В чем смысл этой выставки? Ну, вы, наверное, даже по скриншоту догадались, что здесь книжная полка, на которой представлены книги. Чтобы узнать о какой-то книге, надо щелкнуть на картинку. Откроется слайд с информацией об этой книге. Это возможно сделать в Google презентациях с помощью внутренней навигации. Как это делается? Нам нужно к каждой книжке, к каждой обложке прикрепить ссылку на слайд, на котором будет подробная информация об этой книге. Сначала создаются слайды со всеми этими книгами, а в конце первым слайдом идет вот такая вот стартовая страница, скажем так, на которую мы прикрепим вот слайд. У меня такой, какую-то полочку я придумала, например, скачала в Крепарте через Google поиск, нашла вот полочку. У меня есть обложка книжек, я вставила картинку. А дальше я делаю это через меню «Ссылка». Выделяю книжечку, щелкаю внизу вверху на кнопочку «Ссылка». У меня открывается вот такое поле. Можно сюда вставить просто гиперссылку на веб-ресурс, например, на электронную библиотеку, эту книгу можно почитать. Если нам нужна ссылка на слайд, мы нажимаем на кнопочку «Слайды в презентации», открывается весь список ваших слайдов. И мы выбираем из этого списка нужный. Главное знать, какой он номер программы. Щелкаем, сохраняем. И, собственно говоря, вот и все. Внутренняя навигация таким образом настроена. Так вы можете устраивать навигацию между слайдами. И вашим пользователям не надо пролистывать всю презентацию, они могут отдельные части смотреть презентации. С помощью вот таких внутренних гиперссылок, которые будут их ориентировать. К любой картинке, к любому тексту вы можете приделать вот такую гиперссылку. Да, саму полку можно найти как рисунок. В любом поиске, хотите в Яндексе, хотите в Гугле, хотите в любом. Я брала так, книжная полка «Клепарт». Нашла очень много всяких штучек таких вот полочных. Так что можно и с одной полкой, и с двумя, и целый книжный шкаф. Они все есть в интернете, совершенно спокойно их можно найти. Ну, вот таким образом можно устраивать вот такие книжные выставки на импровизированных виртуальных стеллажах. Это как один из вариантов. Комментарии. Вы можете создать выставку, и можете даже разрешить доступ для комментирования. Слайды надо нумеровать? Нет, нумеровать-то не надо, но вы примерно должны знать, на каком слайде у вас какая книжка. Потому что он миниатюра показывать не будет, просто покажет номер слайда, и все. Просто, я думаю, не такая большая выставка из 50 слайдов, чтобы примерно знать, что на какой. А нумеровать он будет сам автоматически, все ваши слайды. По поводу комментариев к выставке, да и вообще к любой своей презентации, вы можете открыть возможности комментирования, и тогда любой пользователь может нажать вот на такой значок с облачком и оставить вам комментарий сбоку. Вы их увидите, вы можете даже включиться в полемику, пообщаться в комментариях, такой как чат получится. Если это необходимо, то в настройках доступа, здесь уже желтая кнопочка, выставляем возможности для комментирования, и тогда вы увидите свою обратную связь. Ну, как всегда, в конце, скачать, все через делается через кнопку файл, там есть и скачать, и публиковать в интернете. Для чего нужно публиковать в интернете? Для того, чтобы этой ссылкой делиться, чтобы ее в сети публиковать, например, в социальные сети, там, в контакте, на фейсбуке, и еще, чтобы вставить на сайты и в блоге. Вот для этого. Вы можете получить код, и оно тогда у вас отдельным окошечком будет хорошо вставляться на сайты и блоге. Без проблем, и так ее будет удобнее просматривать. Еще один инструмент Google для создания разных опросов, викторин, голосовалок, конкурсов дистанционных. Это Google форма. Наверняка вы их когда-нибудь заполняли. Это очень популярная и очень простая вещь для создания викторин. Она, опять-таки, без всякой красоты, то есть здесь нет анимации какой-то специальной, тут картинки не выплывают, ничего не выезжает. Все очень стандартно. Ссылочку я вам в чат отправила сейчас. Ну, вот так она выглядит. Очень просто. Хотя здесь очень хороший функционал, и она делается буквально, ну, не сказать, что в несколько кликов, но достаточно быстро вы можете сделать очень функциональную вещь. Опять-таки, все это делается через мой диск, диск Google. Выбираете опцию создать, выбираете форму. Это оно и есть. Сразу же после того, как вы выберете этот вариант, у вас откроется пустое окошко с первым вопросом. Вам останется только заполнить название и начать создавать первый вопрос тут же. Ну, вот, например, я вписала вопрос. Рядом есть значок картинки. Это значит, можно прикрепить изображение. А вообще, к каждому вопросу можно еще прикрепить много всего разного. Например, можно видео с YouTube. Значок такой, проигрывателя. Предпоследний снизу. Это вот. Видео по ссылке можно добавить. Чуть выше, значок с изображением. К картинку можно прикрепить. Дальше. Самая нижняя кнопочка с двумя полосочками. Это разделы. Если у вас большая викторина, вот я вам ссылку отправила про заповедники, она большая, это викторина из нескольких этапов. Их можно отдельными разделами сделать. И каждый раздел будет на новой страничке. Вот чтобы не бесконечно листал пользователь эту викторину, а кусочками отвечал на нее. В самой форме всего три вкладки. Они очень простые. Вопросы, ответы и настройки. Вопросы сначала мы создаем здесь на компьютере. Вопрос, варианты ответов, либо разные виды ответов. Какой-то контент прикрепляем. Если нам сразу говорят, что вот можно один из списков взять. То есть у вас несколько вариантов ответа, один будет какой-то, который можно выбрать. А что еще можно сделать? А вот полный перечень. То есть можно, чтобы в качестве ответа был текст, одна строчка. Ну, например, напишите свою фамилию, имя. Если вы проводите викторину, где вам нужно установить победителя, то первой строчкой в вашей викторине должно быть фамилия, имя, отчество. Или имя, или адрес электронной почты, по которому можно связаться. То есть либо это будет текст строчкой, либо текст абзаца. Абзац просто чуть-чуть побольше. Ну, один из списка, это один из вариантов из нескольких. Несколько из списка, то есть правильный, ну, который можно выбрать, будет несколько вариантов. Раскрывающийся список. То есть не сразу варианты будут, а надо нажать на кнопочку, чтобы весь список раскрылся. Вы можете придумать, чтобы участники загружали вам какие-то файлы в качестве ответов. Но, вот здесь «но», потому что от участников потребуется, чтобы они зарегистрировались в Google аккаунте. Вот, анонимные пользователи вам ничего прислать не могут. Это политика Google, поэтому вот загрузка файлов хорошо, например, для домашних заданий. Когда дети вам что-то написали, загрузили файлы, отправили. Но придется их уговорить создать аккаунт Google для этого. Дальше уже такие более частные случаи. То есть, например, шкала, это для оценивания, например, оценивание по шкале от 1 до 5, что-то, либо кого-то, сетка разная, есть с множественным выбором, есть с единичным, то есть вам дается какая-то табличка, вы в каждой строчке должны что-то отметить. Ну и дата и время, когда в качестве ответа будет либо дата, либо время. Вполне достаточный функционал для викторины. Более того, здесь какие-то вопросы можно сделать обязательно. То есть, пока участник на них не ответит, эта викторина не уйдет на проверку. Обязательными хорошо делать вопросы, где участник должен представиться, написать свою контактную информацию. И раз мы имеем дело с персональными данными, то обычно добавляют согласие на обработку персональных данных. Такие викторины и опросники. Если у вас просто для самопроверки, то, естественно, это все не обязательно. Далее. В настройках. Что можно сделать в настройках? Здесь можно установить опцию «Тест». Это для викторин с самопроверкой. То есть, когда участник после того, как ответит, получит количество баллов, которые он набрал. То есть, вы ничего проверять не будете за ним, он сам, собственно говоря, узнает свой результат. Это работает только в случае, когда у вас один ответ из нескольких. Тогда сервис все за вас проверит. Настраивается так. Выбираем опцию «Тест». То есть, ползунки переключаем вправо. Выбираем, когда он должен получить обратную связь после отправки формы. То есть, все будет автоматически. Дальше. Что мы будем ему показывать? Незачтенные ответы, правильные ответы, баллы за ответы. Все, что нужно, мы выделяем ползунком. Ну и, наконец, максимальный балл за вопросы. Можно тут же назначить, что за каждый вопрос он будет получать по одному баллу. Потом вручную можно на каждый вопрос установить какое-то определенное количество баллов. Если вам один не нравится, можно какие-то вопросы сделать посложнее, какие-то попроще. Уже делается это вручную. После того, как вы выполнили настройку «Тест», у вас рядом с каждым вопросом появится такая кнопочка внизу «Ответы». Вы на нее нажимаете, входите, отмечаете правильные ответы, назначаете там количество баллов. После этого у вас сервис будет автоматически все проверять. Это очень удобно для учителей, да и для библиотекарей тоже, когда у вас все будет посчитано в баллах. Вы, кстати, можете сразу не показывать, допустим, баллы за ответы, незачтенные или правильные, а огласить их ученикам уже на следующем уроке. Ну, в общем, как хотите. Что еще здесь есть в настройках полезного? Вверху кнопочка «Палитра», она отвечает за оформление. Оформление здесь очень простенькое, вот такое. Мы можем выбрать цвет для оформления, картинку загрузить. Это называется изображение для колонтитула, верхний колонтитул. Выбрать шрифт. Ну, и, собственно говоря, все на этом. Такая очень простенькая настройка. Рядом значок с глазиком – это предпросмотр. То есть мы можем сразу посмотреть, как это все будет выглядеть для пользователя. Во вкладке «Ответы» мы можем видеть уже циферкой рядом, сколько ответов получено. А если мы эту вкладку откроем, мы получим статистику по ответам. Она может быть представлена в лейте диаграмм, в виде графиков. Статистика будет по каждому вопросу, в целом, по всем пользователям, по каждому отдельному пользователю. Там три вида статистики. После того, как мы создали викторину, нам все в ней понравилось, нажимаем на кнопку «Отправить». И можем отправлять по электронной почте, получить ссылку, получить код. Это вверху кнопочки. В социальных сетях можно делиться. Еще здесь есть дополнительная опция «Добавить за авторов». Если вы не один викторин уходите создать, а сразу пригласить кого-то в совместное творчество, можно. Здесь есть такая опция тоже для совместной работы. Ну а дальше ссылку распространяем в сети. Можно на сайт вставить, и участники начинают с вашей викториной работать. А вы вот такую статистику получаете. То, что я сказала, есть в общем сводка. Есть и сводка по вопросам, и есть по отдельным пользователям. Вверху зелененький такой квадратик – это Google табличка. Вы можете всю эту информацию собрать в Google таблицу. Например, вам нужно установить, когда какой участник у вас ответил на какой вопрос. Например, вы призы там какие-то разыгрываете, либо вы учите, или вам очень важно проконтролировать. В этом случае лучше создать Google табличку. Просто одним кликом она создается, и в этой Google таблице будет вся информация по каждому участнику. Будет информация, когда он отправил, в какое время, все его ответы. И вы сможете это все просматривать, контролировать, выставлять оценки. При необходимости все это у вас будет храниться на Google тиске. То есть вы в любой момент можете посмотреть, и как только какой-то новый ответ поступает, у вас тоже все это отображается в Google табличке. Это очень удобно, чтобы не заглядывать каждый раз в ответ и не проверять здесь. В Google табличке все изменения тут же будут видны намного лучше. А вот эти красивые картинки – это можно брать для статистики. Они все копируются, вставляются, вы можете ими отчитываться. Ну, давайте к более крупным формам перейдем к Google карте. Все мы ими пользовались, у нас у всех в смартфонах они присутствуют. Google карты можно создавать самому. Свои маршруты, свои виртуальные экскурсии, интерактивные карты. Вот пару ссылок я вам сейчас отправлю. Первая ссылка по следам героев Жюля Верна, поскольку в книгах Жюля Верна встречается огромное количество разных географических объектов. В одной той книге про капитана Гранта их очень много. Ну, вот такую Google карту создали совместными усилиями. Опять-таки я взяла это на портале Вики Сибириада. Это их коллективная работа. Вторая ссылка чуть-чуть попроще. Это про олимпийское движение. Тоже там. Google карту, но она чуть проще, без картиночная практически. Ну, в общем, выглядит она вот так, как у меня на скриншоте. То есть есть метки на карте. Здесь нет какого-то конкретного маршрута. Вы можете кликнуть в любую метку. С левой стороны откроется окошечко, в котором будет фотография, текст какой-то, гиперссылка. Она может ввести на дополнительные какие-то веб-ресурсы. Ну, и, как вы видите, метки там бывают разные. Между ними маршруты можно прочертить. То есть вот все основные функционалы здесь вот такой. Не очень, опять-таки, красивые. Тут каких-то анимаций нет, специальных спецэффектов. Но здесь все очень просто и быстро. Опять-таки, главное, это все создается. Google карты создаются, опять-таки, если мы входим из Google диска, все оттуда. Через кнопку «Создать» добавляем «Моя карта». Открывается какая-то карта Google, на которую мы будем наносить метки. Вся эта карта состоит из меток и маршрутов между ними. Сначала метки. Они добавляются очень просто через поисковую строчку. Google карты очень подробные. Вы можете неописательно населенный пункт вписать. Но я вот свой любимый Мурманск вписала. Можно любой другой объект, можно адрес вписать. Все это довольно хорошо ищется. На карте нажимаем на значок «Лупа». Он нашел нам этот объект, обозначил его зелененький. Если все сделано правильно, нажимаем на кнопку «Добавить на карту». И первая метка у нас добавлена. Каждую метку можно редактировать. Щелкаем по ней два раза. Открывается окно для редактирования. Что здесь можно сделать? Вот внизу кнопочки «Залить» каким-то цветом. Дальше «Добавить текст». Это значок такой, карандашик. Дальше «Фотоаппаратик». Это «Добавить, например, фотографию». Ну и последняя кнопочка для удаления. Ну вот я все кнопочки понажимала, чтобы было понятнее, что как выглядит цвет, например, заливка. Это цвет маркера. Ну то есть вот в виде капельки. Можно красненьким, можно любым другим цветом. Можно сделать это кружочком, квадратиком. Если нажать на кнопочку «Еще», дополнительно добавить другие маркеры. Дальше «Текст». Обычное поле для текста. Вписываем название метки. Оно уже вписано, может быть, в Мурманск. А дальше мы добавляем какой-то текст. Небольшая аннотация рассказа об этом населенном пункте. Далее, если нажать на «Фотоаппарат», можно загрузить картинку с компьютера, либо по поиску. И плюс еще добавить видео с YouTube по ссылке. Или через поиск. Таким образом, вот несколько кликов мы сделали и создали первую метку. Уже с дополнительной какой-то информацией, к ней прикрепленной. Гиперссылки вставляются прямо в рутер текста. Туда. Внутри текста они будут появляться, и они будут отображаться такими синенькими. Ну, как обычные гиперссылки отображаются. Если на них нажать, откроется сайт. Далее. После того, как мы таких несколько меток насобирали, они у нас с левой стороны будут все списочком отображаться. Вот у меня две их. Мурманск и Мончегорск. Я их хочу соединить маршрутом. Это не обязательно, но можно сделать маршрутные линии. Значок вот с такой ломаной линией. Его нажимаем. И выбираем опцию «Добавить линию и фигуру». Если добавляем линию и фигуру, то мы будем рисовать это сами. То есть берем мышкой, щелкаем. Начало. Старт. А дальше щелкаем, до какого-то места доводим. Щелчок. Появилась линия. Дальше. Еще дальше ведем. Щелчок. Появилась. Ну, такая ломаная. Можно напрямик вообще просто нарисовать. Если хотите, можно самому ломать. Если вы хотите, чтобы ваша линия совпадала с какими-то маршрутами, пешеходными, автомобильными, например. Выбираем автомобиль, выбираем пешехода, выбираем велосипедиста. Тогда линию сервис будет рисовать сам по дороге. То есть на карте какая-то дорога обозначена. Вот он по ней вам ее и нарисует. Она будет такая вот, немножко другая, не такая, как вы нарисовали. Пощелкать можно посмотреть, выбрать тот вариант, который вам нравится. Если присмотреться в красной рамке, есть еще две интересные кнопочки. Я их в рамку выделила. Кнопка «Поделиться». Это кнопка для того, чтобы приглашать савторов к вашей карте. И там же есть ссылка, чтобы ее публиковать в интернете, распространять. Там код есть для вставки на сайты и в блоге. Все через кнопочку «Поделиться». Еще интересная кнопка «Добавить слой». Для чего это нужно? Дело в том, что на карте Google, на одной и той же карте, можно нанести несколько слоев, несколько маршрутов. Например, у вас одна и та же карта вашего города. Но есть два маршрута. Один по культурным достопримечательностям, другой по военным, каким-то памятным местам, военным мемориалам. Но карта-то одна и та же, по сути, город один и тот же. И вы можете добавить несколько слоев. У вас на одной карте будет один слой, допустим, литературной достопримечательности, второй слой военной достопримечательности. А пользователь может переключаться между слоями, посмотрел одну экскурсию, полистал метки, а потом посмотрел другую. И все это не выходя из одной карты. Вот здесь можно до 10 слоев таких добавить. Если вам это важно, то вот есть кнопочка «Добавить слой». Вы опять получите эту же карту, пустенькую, и опять ее начнете заполнять новыми метками. И так у вас будет все на одном холсте. Ну, через кнопочку «Поделиться», я уже сказала, можно делиться. Вот я ее нажала, тут есть кнопка «Добавить на сайт». Вот здесь и ссылка, и код, чтобы устроить на страницу сайта и блога. Здесь можно и распечатать карту. Правда, я ни разу не печатала, как она выглядит. Честно говоря, не знаю, но можно есть такая опция распечатать. Все основные варианты здесь присутствуют. Возможности копировать, удалить и тому подобное. Если нам необходимо что-то красивенькое, если нам нужно 3D, чтобы анимация, чтобы приближение, удаление, вот такой вариант нас интересует, тогда советую присмотреться вот к этому сервису. Планета Земля. Ссылку я вам отправила, но скажу, она туговатая ссылка, особенно если у вас окошек несколько открыто, может быть, будет грузиться долго. Потому что там 3D-картинка, она будет у вас вращаться, переливаться. Рычажок для включения 3D находится с правой стороны внизу. Там такой глобус нарисованный, там, видите, либо 2D, либо 3D. 2D – это плоская карта обычная, а 3D она будет у вас такая более объемная, скажем так. Так, чтобы все это просмотреть, можно нажать на кнопку «Посмотреть» она с левой стороны, так будет интереснее, она будет листаться у вас. Ну и по меткам, если пощелкать, тоже будет переплывать из одной метки в другую. В правом окошке откроется дополнительная информация об этом месте, там можно щелкать картинки, смотреть видеоролики. Ну вот на скриншоте у меня эта экскурсия выглядит вот так. Как это делается? Сервис «Планета Земля» Google Earth – это проект, опять-таки, от Google, который можно создать самому. И сохранится он у вас прямо в Google Диске. То есть вам не нужно идти на какой-то сайт, он у вас в Google Диске прямо будет лежать в отдельной папочке. Вы можете получить к нему доступ, делиться, распространять и тому подобное. Делается все это достаточно непросто, это все похоже на Google карты. Примерно все то же самое, только в другом формате. Итак, заходим на Google «Планету Земля». Можно просто в поиске набрать «Планета Земля» или «Google Earth», как хотите. Сервис русифицирован. Запускаем через синюю кнопочку это все. Выбираем новый проект. Здесь нам уже сразу выдают какие-то проекты. У меня уже были какие-то созданы проекты, он мне их списочком дал. Плюс еще подключил проекты, которые я когда-то открывала. Вдруг я захочу их посмотреть еще раз. Но нам нужен новый проект для создания. Мы его открываем. Выбираем опцию «Создать на Google Диске». Это самый простой вариант. Ну а дальше все как в Google картах. Придумываем название и начинаем добавлять объекты. Через кнопочку «Новый объект». Добавляем метку, как в Google картах. То есть у нас должна появиться поисковая строка. И мы в эту строку вносим название населенного пункта. Ну, Санкт-Петербург. Вот он у меня его нашел. Я нажимаю на «Добавить в проект». Причем Google планеты Земля тут же подключает сюда картинки, тексты. То есть все, что у нее в запасниках там имеется по поводу этого населенного пункта. Она тут же нам представляет в окошечко. Если это вам информация не нужна, ее можно стереть. Если понравилось, оставляем. Это все сам Google сервис делает. Далее идем. Ну, далее редактируем. Открываем окошко для редактирования. И здесь как в Google карте. Стираем информацию, добавляем свою. Метки меняем, маркеры, цвет, размер маркера и так далее. Тут есть предварительный просмотр, чтобы сразу посмотреть, как это все будет красиво смотреться. Кнопочка «Заменить» меняет информацию. Плюс дополнительно можно еще и добавлять фото, видео и тексты, естественно. Нажав на кнопку «Заменить», появляются такие белые окошечки. Вернее, не белые, а серые с белыми подписями. Загружаем видеокартинки. До 25 объектов можно добавить. То есть в сумме должно быть 25. Там может быть и видео, и аудио, все в перемешку. Ну и текст. Текстовое поле тоже здесь присутствует. Можно внутрь добавлять гиперссылки. И все это прикрепляется к нашей метке. В следующую метку добавляем и таким образом переходим. Как и в Google картах, мы можем рисовать здесь между ними маршруты и линии. Здесь вручную придется рисовать. Щелкаем в старт. Дальше тянем линию, там ломаную, либо прямую, какую угодно. В каждой линии мы можем еще добавить информацию. То есть вот я начертила какую-то линию между двумя городами. А к этому маршруту я могу добавить тоже и фото, и видео, и текст. Но и вдруг это нужно, поэтому можно на самой маршрут тоже нанести какую-то информацию. Вдруг понадобится. Такая опция тоже есть. И вот таким образом мы добавляем метки. В заключении можно выбрать стиль карты. Их здесь несколько. Вот то, что у меня сейчас открыто называется следователь. Такой зелененький вариант. Здесь может быть просто земля. Моя какой-то свой особый вид карты. В общем, пощелкаем здесь четыре варианта. Какой нравится, такой выбираем. Дальше. В функцию просмотра я поставила 3D, потому что это интересный вариант. Но можно отключить, тогда будет обычная плоская карта, не так интересно. 3D все-таки поинтереснее будет. Ну и, собственно говоря, последний этап делимся. Нажимаем на кнопочку «Человечек с плюсиком». Там будет ссылка, чтобы поделиться. И эту ссылку рассылаем. К сожалению, на сайт и в блоге не вставляется. Только можно ссылочкой взять и уже ссылку публиковать в сети, в интернете. Обязательно нужно выставить, чтобы имели доступ к вашей карте. Опять-таки, здесь можно разрешить редактировать. И здесь можно закрыть, только для просмотра сделать. Ссылочку копируем и делимся с пользователями. Так, можно бегать по горам. И к еще более крупным формам перейдем. Сервис хорош, но единственное, что на слабых компьютерах, может быть, не всегда будет быстро работать. Вот единственный недостаток, это связано как раз с эффектами анимации, зума и тому подобное. Об этих инструментах я расскажу не очень много, потому что про Google сайт рассказывать долго. Может быть, не всем это интересно, не все хотят Google сайты создавать. Просто для информации расскажу основные функции. А если вам понадобится, есть обучалки подробные. И он на русском языке. Здесь сайт можно создать в режиме одного окна. Одно время от учителей требовали создание сайтов. Сайт учителя, например. У библиотекарей иногда спрашивали, есть ли у вас свой сайт. Сейчас я вам много-много ссылок в чат отправлю. Разные варианты сайтов, созданные на этой платформе. Опять-таки, платформа, конечно, проигрывает Тинди, Вордпрессу, некоторым другим инструментам, которые создают сайты. Но самое главное, что здесь есть, здесь есть совместная деятельность. И здесь все очень просто. В режиме одного окна работаете. Плюс вы можете подключать любые сервисы Google сюда. То есть любые формы, любые презентации. Все, что вы на Google диске создали, вы можете внутрь этого сайта грузить. Это очень удобно и очень быстро. Ну, давайте посмотрим. Сначала выбираем шаблон. Шаблонов здесь немного. Это не все, конечно, есть еще больше. Но их тут не очень много. Тут есть учебный курс, есть мероприятия, какие-то проекты, команды, портфолио есть. Выбираем тот вариант, который нам нравится. А дальше наполняем его контентом. Можно просто белый лист создать и на него что-то вставлять. Вот, собственно, и все окошко. Оно так выглядит. Я чуть-чуть увеличила правую панель, чтобы было понятнее, что есть что. В вкладке здесь три. Вставка, страницы, тема. Тема – это оформление. То есть там шесть тем для оформления. В тему входит цвет, шрифт. То есть переключаясь между ними, меняем сразу цвет и шрифт одновременно. Здесь все очень так просто. Вручную ничего здесь не подстроить, как в той же тизе, например. Здесь выбираем какой-то шаблон для оформления, будто ему и следуем. Дальше. В разделе «Страницы» мы можем создавать страницы нашего сайта. Через значок «Плюсик» создаем новую страницу. Первая создается автоматически, на которую мы начинаем что-то добавлять. Далее. Здесь есть несколько вкладок для добавления текстового поля. То есть это будут как кубики в конструкторе. То есть блок с текстом. Нажали на кнопку, он появился, мы вписываем текст. Блок с картинкой. Картинку вставляем. Хороший блок «Встроить». Он добавляет разные коды из других сайтов. Например, нам нужно игру «Встроить» из Learning Apps. Берем код, нажимаем на кнопку «Встроить», добавляем этот код. И вот игра у нас на сайте. И через диск можно добавить любые свои продукты с Google Диска. Есть макеты. Это для фотогалерей. Красивенькие макеты. Может быть, картинка, текст, две картинки с подписью, три картинки, четыре и так далее. Можно воспользоваться макетами. Плюс еще с правой стороны вот такой длинный выпадающий список разных-разных сервисов, которые можно сюда подключать внутри сайта. Это колонки, разделители, оглавление, карты, документы, презентации, таблицы, формы, диаграммы. В общем, все-все-все с Google Диска, все то, о чем я вам уже рассказывала. Все это добавляется, как конструктор. Все, каем он появляется, мы заполняем этот блок, переходим к следующему. Тут никуда переключаться не надо, работаем все время на одной страничке. Значок плюсик с человечком – это ссылка на ваш сайт. Здесь можно поделиться, подключить с авторов, все через эту кнопку. Естественно, когда мы, перед тем, как делиться, не забываем нажать на кнопку «Опубликовать». Он появится в сети. Единственный недостаток этих сайтов в том, что у них очень длинный адрес будет. Ну, вот по ссылкам вы, наверное, догадались, что сначала будет такой сайт с google.com, дальше касаясь сайт, дальше уже пойдет название, собственно, сайта, который вы ему придумаете. Вот такой многоэтажный будет. Но если нужно быстро и просто, максимально короткие сроки и бесплатно создать что-то, то Google Сайт – хорошая альтернатива. Используют Google Сайт для создания своих страничек в сети. И библиотекари, учителя, свое портфолио представляют, какие-то проекты, мастер-классы. Я свой первый мастер-класс проводила на Google Сайте. И веб-квесты стали сейчас очень популярны в Google Сайте. Да, статистику не прикрутишь, это точно. Ну, это вот конкретно под себя. То есть вряд ли это подойдет как сайт библиотеки, такой прямо официальный. Но вот если вы хотите что-то для себя, там, какие-то свои разработки поделиться, какой-то мастер-класс провести, я не знаю, там, какой-то проект оформить, веб-квест можно сделать. Но про веб-квесты это будет отдельная история, у меня будет вебинар, там я про это расскажу. Сейчас просто ссылкой поделюсь на веб-квест, который создан на Google Сайтах. Хороший вариант. Вот, как это сделать, расскажу. Что-то не копируется, не вставляется. Сейчас попытка номер 2. Ссылкой поделиться. Вот, ушла. Вот пример веб-квеста. Вот он так примерно будет выглядеть. То есть здесь есть несколько этапов. Участники выполняют задания, собирают ключевые слова, потом их отсылают организаторам и получают какую-то обратную связь от них. Ну, вы победители. Он, правда, уже не новый, этот веб-квест, но все равно интересно, как это сделано. Вот стандартными способами у Google можно сделать вот такую вот красоту. Вот, вполне симпатично. Но опять-таки поподробнее на отдельном вебинаре. Отвлекаться не будем. Пойдем дальше. Так, это минутка хваста началась. Это мы дошли до блогов. Google предлагает свою платформу для создания блогов. Это дневниковые записи, которые вы располагаете в обратной хронологии. То есть это как сайт, но по хронологии событий. То есть вы публикуете какие-то свои материалы, какие-то свои заметки. И вот в таком порядке их выстраиваете. Одно время это было очень популярно среди библиотекарей. Было очень много библиотечных блогов. Проводился конкурс всероссийских библиотечных блогов. Сейчас их становится все меньше и меньше. Почти вымирающий вид библиотечных блогов. Я вам опять-таки много в чат отправлю разных ссылок на разные блоги, какие они могут быть. Платформа, она не сказать, что особо развивающаяся. Здесь, давайте сначала так сделаем. Здесь есть шаблоны для оформления. Можно шаблоны адаптировать под себя. Но не сказать, что шаблоны прямо красивые. Мне за мой блог «Розоветро в север» тоже много критики поступало. Не всем нравится. И гамма, и шрифты, и цвет, и размер. В общем, по-разному все было. Здесь тоже нет особой анимации. Здесь все очень просто и функционально. Платформа эта хороша для тех, кто только-только делает первые шаги в блогере. Он пока не собирается профессионально этим заниматься. Но вот хочет завести свой блог. Можно и как проект, можно и для себя. Можно опять делиться своими наработками какими-то. То вот с блогером как раз это хороший вариант. Все, я все ссылки отправила. Сейчас будем листать дальше презентацию. Потому что здесь не нужно заморачиваться по поводу форматирования. То есть здесь не нужно какие-то конструкторские кубики добавлять в Google сайтах. Например, здесь просто и текст, и картинка внутри. Сначала нам предложат придумать название, выбрать шаблоны. Шаблонов здесь немного, и они уже несколько лет не меняются. Мне кажется, что Google забыл про эту свою платформу. Потому что шаблоны здесь очень простые. Они вот на начало 2010-х годов были, наверное, актуальны. Сейчас немножко уже архаично смотрятся. Но здесь не самый главный шаблон, а самое главное содержание. Придумываем название, придумываем адрес своего блога. На конце будет blogspot.com. Вот такой будет домен. Далее. А вот это вот окошко для блога. Это изнанка платформы. Здесь вордовский документ практически один в один. То есть вот такая вот палитра инструментов для редактирования текстов. Плюс внутрь можно вставить картинки, видео с YouTube, гиперссылки и код можно встроить на любой какой-то объект. Вот это мне здесь больше всего нравится, что можно любые коды подключать. Они очень корректно отображаются. И внутрь можно и виртуальную выставку вставить, и интерактивную книгу, игру, викторину. Поскольку я с информационными технологиями много работаю, это для меня важно. Все. Здесь есть, конечно, свои минусы. И помним о том, что когда мы создадим сайт и блог, мы размещаем свою информацию не на своем родном хостинге, а на сайтах и платформах, серверы которых находятся в Калифорнии. То есть при любом нарушении каких-то правил Google вас могут заблокировать, удалить, ну или заморозить ваш сайт или блог. У Google на сайте, конечно, написано много правил, но иногда это может быть и по ошибке. Поэтому будьте готовы. Я в этом году столкнулась, когда за неделю мой блог заморозили два раза без объяснения причин. Вот. Вы, к сожалению, такое встречается. Но так или иначе нельзя отнять самого главного, что это все очень просто делается. Вы можете настроить свой блог, так как хотите добавить сюда разные гаджеты и виджеты. Это имеется в виду боковая панель. Там вы можете и статистику выстроить, и своих подписчиков нарисовать, и самые популярные сообщения в блоге. Картинки, цитаты, разные списки и тому подобное можно пристроить. Здесь есть опять опция совместной работы. Вы можете пригласить авторов. Очень хорошая кнопочка, список чтения. Да, разморозили. Все в порядке. Жив-здоров, мой курилка. Я думаю, заморозили по ошибке, потому что контент мой не удалили, значит, он ничего не нарушил. Но кто-то на меня пожаловался. Вероятно, так. Дальше есть хорошая кнопочка, список чтения. Я сюда добавляю все блоги и сайты, которые мне интересны, которые я читаю, чтобы они были в одной кучке. Мне на почту не очень удобно, когда приходят уведомления. Поэтому я все добавляю в список чтений и там просматриваю. Мне так удобнее. Я писала в Google на английском языке письмо с просьбой отморозить мой блог. Я не знаю, сработали мои сообщения или нет. Ответа не пришло, просто молча блог заработал снова. Я надеюсь, что как-то дальше будет легче. Не знаю, с чем это было связано, но на новогодние праздники у меня было много приятных сюрпризов. Ну и буквально несколько слов. Видеовстречи, видеоконференции. Google Meet. Очень хороший инструмент, который раньше был платным, теперь стал бесплатным. Это создание видеовстреч в несколько кликов. Кому-то нравится Zoom, кому-то Skype, вот есть еще Google Meet. Создается здесь встреча достаточно быстро. На практике я не работала с этим сервисом, чисто в теории знаю. Там с человеком поработала, а вот так большие мероприятия не проводила. Но мне понравилось, что здесь все довольно несложно. Опять-таки все русифицировано. Нажимаем на кнопку «Новая встреча». Мы можем назначить встречу прямо сейчас. И здесь и сейчас создать встречу. Либо запланировать ее в Google календаре. Выбираем, например, вариант с планированием. Если мы выбрали по здесь и сейчас, сразу откроется окошечко с нашей конференцией, куда вы можете приглашать участников. А если мы планируем, то вот такое окно будет. Здесь выставляем время, что еще, описание какое-то, придумываем мероприятию, уведомления, нужно ли уведомлять участников. В общем, заполняем необходимые поля какие-то. Вот это в красную рамочку я вынесла окошечко, это копирование ссылки. Копируем ссылку на это мероприятие и рассылаем участникам, например, по электронной почте. Вы можете добавить разрешение для гостей. Они могут приглашать других гостей и видеть список приглашенных. Можно эти галки убрать, тогда приглашать будете только вы. Вот так выглядит стартовое окно. Мы запускаем конференцию. Надо подключить камеру и микрофон. Если вы хотите только слушать, допустим, вас пригласили просто послушать, подключаем только, допустим, камеру без микрофона. Если вы хотите и спикеры, и камеру, выключаем обе кнопочки. Нажимаем «Присоединиться». Ну и заходим, собственно, вот. Внизу кнопки основные для всех основных функций. Ну, если вы работали в Zoom, в Skype, здесь что-то общее между всеми этими сервисами есть. Ну, во-первых, в разделе «Участники» мы можем увидеть весь список участников. Здесь вы можете подключать и выключать микрофоны, добавлять участников, каких-то приглашать. Ну, и здесь есть кнопка «Элементы управления встречей». То есть, кого-то выкинуть из конференции, кого-то добавить. Вот такие вот опции. Все они в этой кнопке «Участники». Дальше рядом с ней кнопочка для чата. Ну, здесь все очень просто. Написал сообщение, отправил. Google Meet не записывает встречи. Здесь ограничение 60 минут. То есть 60 минут вы можете спокойно проводить видеоконференцию. Правда, после видеоконференции все сообщения уже не будут видны и будут длинны. Далее. Здесь есть возможность подключить интерактивную доску. Это из новенького. Раньше такой опции здесь не было. Теперь появилась. Подключили интерактивную доску. Это тоже Google инструмент. Нажимаем, она тут же создается в отдельном окошечке. И все участники вашей встречи получают ссылку на эту доску. Участники не обязательно должны быть с Google аккаунтом. Ой, нет, вру. Для виртуальной доски не обязательно аккаунт, а для конференции обязательно. Да. Это основное условие Google Meet. Он не требует установки программ, как, например, Zoom, но он требует авторизации. Да. Если я вам прислала сейчас ссылку на конференцию, то первое, чтобы вас запросили, это регистрацию Google. Доска сохраняется у вас, поскольку вы организатор встречи, она у вас на Google диске будет. Все, что вы нарисуете, все, что вы расскажете, у вас сохранится на Google диске, и вы можете потом этими материалами пользоваться. Вы можете, кстати, выбрать у себя на диске уже какую-то готовую доску, которую вы начали заполнять, либо создать новую. Она вот так в отдельном окошечке будет. Ну и про демонстрацию экрана. Демонстрировать можно весь экран, можно демонстрировать одно окошечко, и можно вкладку, если вы в видеоролике показываете анимацию и так далее. Да, естественно, это для дистанционного обучения. Но, к сожалению, в ряде учебных заведений учителя ограничены, допустим, сказано, в Zoom работать. Работаем в Zoom и ни шагу назад. Но если вдруг у вас есть возможность выбора, можно и к Google Meet присмотреться. В общем, неплохой инструмент, на мой взгляд. Далее. Собственно, вот теперь о самой доске поподробнее. Доска вообще очень простая. Тут даже обучалка, наверное, не потребуется, хотя инструкция есть. Вот такое пустое поле досок, может быть. Можете попробовать, кстати. Вот немножко на виртуальной доске поэкспериментировать. Вот к доске не обязательно нокаут. То есть вы можете сейчас совершенно спокойно эту ссылку открыть, она у вас откроется. Это пустое поле, на которое вы можете добавлять свою информацию. Здесь есть ручка для писания, ластик, чтобы стирать. Вы можете добавлять сикеры, картинки с компьютера, разные фигуры, тексты писать. И если вы что-то объясняете, тут есть еще опция лазерной указки. Странички вверху добавляются, кнопочка плюсик, можно добавить новую страничку. Ну, здесь там уже 12 страниц, по-моему, созданы. Так что можете посмотреть, как это понажимать. Можете что-нибудь написать мне там, напавить, если захотите. Ну, а все очень просто. Совместный доступ предоставляется через ту же синюю кнопочку. Совместный доступ. Разрешаем доступ в качестве редакторов. Всем, у кого есть ссылка. Копируем эту ссылку и рассылаем. Таким образом. То есть эту доску вы можете использовать и на видеоконференции, и саму по себе. Просто не в таком режиме. Разослать ссылку, и там участники вам набросают какое-то содержимое, а вы уже затем посмотрите, что из этого вышло. Ну, вот вкратце так вот. Основные опции я постаралась объяснить, рассказать, что сама умела и знала. Естественно, это не вся информация. У Google сервисов есть хорошая справочная база. Вы можете туда обратиться, Google справка. Ну, вот на всех слайдах есть обучалки, там как раз много ссылок на Google справку. Там самая подробная и самая актуальная информация по сервисам, потому что они немножко меняются. Тут же Google Meet поменялся, интерфейсы, доска виртуальная немножко другая стала. То есть актуальная информация в Google справке, плюс еще какие-то инструкции я добавила от себя. Если есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, то я еще в чате. Сейчас я посмотрю, если у меня какие-то вопросов нет. Все хорошо тогда. Вот. Немножко задержала. Прошу прощения опять за технические характеристики. Я поняла, что проблемы с виртуальным фоном, поэтому меня выбивает. Больше его не буду использовать, честно, пионерская. Вот. Надеюсь, информация была вам полезной. Если вас интересует сервис YouTube, который причисляется Google сервисом, то об этом будет еще один вебинар отдельный. Там уже более подробно именно о YouTube. Ну, а про Google Class я уже не стала рассказывать. Это тоже тема отдельной беседы. Если кому-то Google Class интересен, то есть много вебинаров на Директ Академии по этому вопросу. Я свой проводила в прошлом году. Можете найти в поиске и посмотреть. Если Google Class вам интересен, можно узнать о нем на YouTube-канале Директ Академии. Вот. Спасибо большое за внимание. Да, вот отлично, доску попробуем. Ну, тогда удачи вам в освоении сервисов. И до новой встречи.